Привет, ребята! Это Настя. Сегодня я хочу с вами поговорить о недостатке физической активности в нашей жизни и что с этим делать. Но вначале немножко устрашающей статистики. По последних данным ВОЗ, 80% подростков и 30% взрослых людей не выполняют даже минимум, который рекомендован ВОЗ в неделю — это 150 минут активности средней интенсивности. Что такое активность средней интенсивности? Это, например, ходьба быстрым шагом. То есть 8 из 10 подростков, трое из 10 взрослых даже не ходят 21 минуту в день. Почему нам так трудно заставить заниматься себя в физической активности? Особенно тем из нас, кто к этому не привык. Дэниел Либерман, профессор эволюционной биологии человека из Гарварда, говорит, что у людей, как у вида, есть веские эволюционные причины избегать занятия спортом. В своих интервью и в своей последней книге он говорит о том, что несмотря на то, что физические упражнения однозначно полезны и необходимы, они неестественны для нашего организма. Эволюция не приспособила нас к регулярным занятиям спорта в современном понимании этого слова. В течение большего периода нашей эволюции человек был охотником-собирателем. Мы получали необходимую физическую нагрузку при выполнении повседневных задач, таких как поиск пищи, воды, защита от хищников. И в результате этого человеческий организм эволюционировал таким образом, чтобы максимально эффективно использовать энергию при выполнении задач, связанных с выживанием, но при этом не тратить её на излишние движения, такие как занятия спорта в современном понимании. И хотя в последние несколько столетий индустриализация, доступность еды в неограниченном объёме… Не везде, конечно, но мы говорим вот про нашу жизнь. Это всё изменило правила игры, нам не нужно 10 километров ходить за питьевой водой, не нужно часами собирать какие-то плоды, выслеживать добычу. Но что такое 100, 200, даже 500 лет для эволюции? Это просто ничего. Поэтому получается, что наш мозг всё ещё уверен, что мы живём в саванне, и найти еду очень сложно, а значит, надо сделать всё возможное, чтобы запастись калориями и не растрачивать энергию даром в спортзал. Поэтому так приятно после обеда прилечь, и совершенно не хочется идти на прогулку. И с эволюционной точки зрения это абсолютно логично. Чтобы выжить и принести потомство, нам нужна эта энергия. И тут интересный момент, что хотя мы говорим, что вроде как с точки зрения эволюции спорт не имеет смысла, тем не менее физическая нагрузка сама по себе, она поощряется эволюционно коктейлем из всяких классных молекул типа дофамина, эндорфинов, сертонина, эндогенных опиоидов. Всё это нам приносит много удовольствия и увеличивает вероятность того, что мы повторим это поведение, повторим занятия спортом. И, возможно, вы думаете, но я после тренировок не чувствую удовольствия, я чувствую только страдание и усталость. И это объяснимо, потому что по мере того, как мы теряем форму, мозг теряет способность вознаграждать нас за тренировки. Поэтому поначалу очень важно создать условия, где вот это чувство удовольствия, может быть, из другого источника, но оно идёт одновременно или сразу после физической активности. И как это можно сделать? Например, через социализацию. Люди эволюционировали как социальные животные, и мы всегда делали всё в группах, это обеспечивало наше выживание, и мы наслаждаемся зачастую совместными занятиями. И когда мы вместе тренируемся или играем в командные игры или просто болтаем во время какой-то прогулки, мы на самом деле продолжаем вот эту древнюю традицию общественной физической активности. Просто раньше это был сбор урожая или охота, а теперь вот так мы проводим вместо время. Интровертом или, может, даже тем, кто настолько чувствует себя занятым, что не может закоммититься на какие-то упражнения с кем-то ещё. Может быть, социальные активности не подойдут, но всё равно можно сделать процесс тренировок более приятным. Может, можно слушать подкаст или аудиокнигу, или какой-то сериал смотреть. Для меня, честно говоря, это не работает, потому что если физическая нагрузка существенная, то я не могу мультитескать, но, может, для кого-то из вас это подходит. Ещё занятие на природе — это отличный способ получать удовольствие во время того, как ты это делаешь. Может быть, пробежка в каком-то красивом месте. Это просто длинная прогулка. Вы можете даже делать что-то приятное не во время самой физической активности, но после, например. Сделали упражнение, выпили вкусный кофе, я не знаю, купили себе букет цветов, пообнимались с домашним питомцем, позвонили близкому человеку, чтобы болтать по телефону. Очень важно просто, чтобы эти положительные эмоции немножко начали соединяться у нас внутри с фактом физической активности. Ну и кроме того, что активность должна быть приятной, Либерман пишет, что она должна быть обязательной. И как тут сделаешь физическую нагрузку обязательной, когда даже из наших образовательных систем обязательной физкультура исчезает постепенно в пользу математики? Но самые распространённые и эффективные способы мимик как бы сделать типа как обязательные какие-то повседневные моменты в жизни — это методы self-nudges and shoves. Это термины из поведенческой психологии. Self-nudge — это такое мягкое самоподталкивание, а shoves — это более агрессивный вариант nudges. А shoves — это более агрессивный вариант nudges и в том плане, что мы чаще всего даём какое-то социальное обязательство, то есть мы просим кого-то следить за нами. Можно, например, записаться в группу с маленьким количеством участников, и тогда сложнее найти повод не появиться. Или можно договориться с друзьями, ходить на пробежку в спортзал. У меня, например, так соседи объединились и бегают вместе, чтобы не пропускать. Также есть всякие приложения по привычкам, которые списывают деньги за неявку. Можно свой прогресс в соцсети выкладывать, потому что это социальный контракт. Мы уже несколько раз за последние месяцы говорили про Hawthorne effect. Да, когда мы думаем, что за нами наблюдают, или за нами наблюдают, то мы усерднее себя ведём. Ну и я бы ещё сюда добавила третьим пунктом. A moment is a tiny habit, which we forgot. Старайтесь, чтобы то, что вы хотите сделать, в плане физической активности, было для вас легко. Оно было адаптировано для вашего уровня или, не знаю, анатомическим и физиологическим особенностям и текущим способностям. Мне кажется, это вот моя большая ошибка в прошлом, когда я пыталась заниматься по каким-то видео в интернете. Скажем, это программа 20-30-40 минут, но я так много лет до этого не занималась, для меня это слишком сложно. Тем не менее, я пытаюсь push through, и к концу тренировки, если я ещё не гей-вап, то я чувствую, что, окей, нет, это слишком тяжело для меня, это вызывает исключительно отрицательные эмоции, и я больше к этому не вернусь. И это просто классическая ошибка, где я сама себя самосаботировала, не адаптировав, не продумав осознанно, что окей, для меня это слишком тяжело. Когда мы с Машей ресёрчили это видео, мы натыкались на советы… Соседский кот смотрит, как я снимаю. Мы натыкались на советы, что даже микродвижение нас ставит на путь к большей вовлечённости в спорт. И есть советы, типа, окей, когда говорите по телефону, ходите по квартире, чтобы не сидеть. Делайте небольшую растяжку, когда вы смотрите фильмы. Постройте на одной ноге, когда вы чистите зубы. Я, например, всё время приседаю каждое утро и делаю упражнения на верхние ноги, пока щётка жужжит во рту. И вообще, если не знаете, с чего начать, просто начните с самой простой цели — это выполнять вот эту минимальную рекомендацию физической активности от ВОЗ. Напомню, что это всего лишь 22 минуты средней интенсивности в день просто, например, быстрой ходьбы. И уже даже одно вот это осознание, что ты уже делаешь рекомендацию каждый день, научную рекомендацию каждый день даст тебе мотивацию для следующего этапа. И, может быть, для вас этим следующим шагом станет платформа FitStars. С ними вы можете заниматься в домашних условиях, и вам не нужно никакого оборудования или специальных навыков. Хотя на самом деле я бы с конца использую этот стул для каких-то упражнений. На этой платформе просто огромный выбор как отдельных занятий, так и их целых направлений. Это могут быть тренировки для начинающих, силовые тренировки, кардио, пилатес, восстановление послеродов, медитации и даже балетный фитнес для меня. Какой бы у вас не был уровень подготовки, я уверена, что вы там что-то найдёте для себя и, может, даже для своих детей. И что мне очень нравится — это то, что их тренеры и комьюнити-менеджеры, они всё время отвечают на комменты. Поэтому если есть какие-то… Ну я просто… Я всегда читаю после того, как сделаю тренировку, я читаю комментарии к этой тренировке. И иногда люди просто благодарят, а иногда спрашивают или говорят, например, «А мне вот это слишком сложно» или «Мне вот это слишком легко». И или тренер или комьюнити-менеджер отвечает «О, окей, тогда вы посмотрите на такое-то или посмотрите на такую-то программу». Я, честно говоря, пока ещё не комментировала, не пользовалась советами, но мне нравится такой комьюнити-подход, когда это не просто в записи, но ты реально можешь получить обратную связь. У них есть разные тарифы. Самый выгодный — это безлимит навсегда. Он даёт неограниченный доступ ко всем тренировкам и программам на всю жизнь. У меня есть промокод, который даст вам скидку в 70% на все тарифы. Ссылку на промокод вы найдёте в описании под видео. И также я там оставлю заодно рекомендации ВОЗ о минимальной физической активности для людей разных групп и с разными хроническими заболеваниями, инвалидностью для беременных. И ещё отчёт о физической активности населения за 2022 год. Может быть, он вас испугает и поможет вам сделать первый шаг, если вы в той ситуации, где я была, наверное, ещё год назад, и всё, не решалась начать заниматься спортом. Пишите, как ваши успехи, ребят, и увидимся в следующем видео. Пока!